Магадан Почти каждый десятый из них не вернулся на родину. В этот день, в 1966 году, из братской могилы изъяли прах неизвестного солдата и перезахоронили у стен московского Кремля. После церемонии проследовали в муниципальный центр культуры. В зале галереи боевой славы для гостей провели экскурсию. Зрителям представили артефакты, извлеченные из мест захоронений неизвестных советских солдат. Кроме того, на выставке можно было увидеть и оружие, которое использовали во времена Великой Отечественной войны защитники нашей Родины. Еще раз всем рекомендую, кто не видит, посмотреть уникальную экспозицию. Здорово, что она у нас здесь есть, что наши дети, наши внуки могут с этим ознакомиться и услышать очень интересные рассказы. Патриотические рассказы, патриотическое воспитание начинается здесь. Также в этот день провели церемонию награждения. Благодарности выразили тем магаданцам, которые помогали в организации мероприятий, приуроченных году 75-летия Победы. Все вы отмечены памятными медалями. И это не только в год 75-летия делалось. Все, кого я вижу сейчас в зале, это мои постоянные помощники в решении задач военно-патриотического воспитания в городе Магадане. Я вот сейчас нахожусь в том зале, где я впервые был в 1985 году. В год 40-летия Победы, будучи первым старым горкомом комсомола, мы открывали галерею славы городов-героев. И земля, которая здесь, она была привезена действительно из всех городов-героев специальным транспортным самолетом Министерства обороны. Она была доставлена в Магадан и в большом многотысячном шествии комсомольцев-военнослужащих была доставлена сюда, в этот зал. Честно говоря, вот за последние годы развития, которые получил этот музей, он уже не стал галереей городов-героев, он стал музеем боевой славы. И третий вот зал, который Сергей Константинович сегодня видел, это новый зал, который действительно мы сделали благодаря помощи всех. По словам градоначальника, эта работа будет продолжаться. Муниципалитет и дальше будет помогать в столь важном вопросе. Планируют и дальше наполнять музей экспонатами. После того, как закончится пандемия, школьники большими группами смогут посещать галерею боевой славы и изучать историю Великой Отечественной войны. В Магадане провели рейд по работе ночных кафе. Мобильная группа побывала на 10 точках. Группа контроля проверяла, насколько магаданские точки общепита соблюдают профилактические меры по коронавирусу. Согласно постановлению правительства Колымы, после 20.00 магаданцам нельзя посещать кафе лично. Можно либо заказать доставку, либо забрать заказ из окна выдачи. Кроме того, и сотрудники, и посетители обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Вообще у нас в составе группы есть лица, уполномоченные составлять протокол о нарушениях. Это значит в кодексе об административных правонарушениях, статья 26.1 такая. То есть у нас на сегодняшний день действует режим повышенной готовности. Поэтому все эти требования обязательно к исполнению, которые установлены на постановление правительства. Из-за их нарушения большие штрафы грозят как гражданам, так и предпринимателям, юридическим лицам. До 300 тысяч рублей, допустим, юридическим лицам. Ну, понятно, что протокол составляется, вот его могут составить в данном случае у нас там работники полиции, представители полиции или вот исполнительных органов власти субъекта. То есть вот у нас есть представители отдела лицензирования розничной продажи алкоголя. То есть они могут составлять эти протоколы, соответственно, направлять их в суд, и суд принимает решение. По словам специалистов, важно во время пандемии исключить любую возможность распространения опасного заболевания. Однако не все магаданцы ответственно подходят к этому вопросу. Сотрудники некоторых точек общественного питания пытаются обойти запрет на посещение кафе в ночное время. Сейчас мы приняли участие в рейде в связи с еще и мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции. Что можно сделать, какой вывод? Прежде всего то, что очень много людей не понимает и не знает об элементарных запретах. Встречаются ситуации конфликтные, как сейчас мы видим за моей спиной. Точки общепита тоже пытаются, на наш взгляд, обойти те или иные ограничения, которые введены. И эту работу, безусловно, надо продолжать. И мы считаем, что должны быть применены контрольные закупочные мероприятия, иначе мы не переломим эту ситуацию. В ходе рейда некоторые нарушения обнаружили. Работники организации общественного питания обязаны соблюдать все санитарные нормы. Расстановка столов должна учитывать социальную дистанцию между гостями. Кроме того, в заведении должны находиться дезинфицирующие средства. Особое внимание бизнесменов-контролеры обратили на соблюдение режима работы. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны» провели в столице Колымы. Прошло мероприятие с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Одной из площадок проведения стал Магаданский политехнический техникум. Акция традиционно проходит 3 декабря уже шестой год, начиная с 2015-го. Инициаторы тестирования – Молодежный парламент при Государственной думе Российской Федерации и Молодежные парламенты субъектов Российской Федерации. Это акция мирового масштаба и проводят ее более чем в 50 странах мира. Ежегодно в тестировании принимают участие более 800 тысяч человек. В этом году у нас также на территории Магаданской области мы проводим этот тест. И если его сравнивать с прошлым годом, то у нас практически в два раза увеличились площадки, на которых проводятся, мы можем сказать, что сегодня проводится тест порядка 50 площадок по Магаданской области и принимает участие практически все наши муниципальные округа. Молодежь имеет уникальную возможность в своих учебных заведениях принять участие в тестировании и повысить уровень своих знаний о Великой Отечественной войне. Организаторы надеются, что эта традиция продолжится. Тестирование граждан проходит в целях повышения уровня знаний о великом прошлом нашей страны. Специалисты отметили, что в прошлом году тест написали около 700 граждан по Магаданской области. В связи с увеличением количества площадок для проведения акции, эксперты надеются и на прирост числа участников в этом году. В целях экономии времени тестирование можно пройти в формате онлайн на сайте bigstory.ru. Оно будет доступно в течение всего дня по московскому времени. В Магадане участились случаи мошенничества в различных сферах жизни. Это касается и мобильной сферы, и интернет-магазинов, и банковских карт. По словам специалистов, каждую неделю в полицию Магадана обращаются около 10 граждан. Именно столько случаев мошенничества фиксируют правоохранительные органы. На обман телефонных преступников в виде «Ваш сын или дочь попали в беду» попадаются на удочку граждане более преклонного возраста. Утверждают эксперты, обману при покупке или продаже в сети интернет, например, на Авито, Юле и других сайтах подвержены все возрастные категории граждан. И даже представители молодежи, зачастую уверенные в том, что знают все эти схемы мошенников, не реже других возрастных групп становятся жертвами обмана. Вы как продавая можете стать жертвой мошенника, так как покупая можете стать жертвой мошенника. Тоже Авито, да, они создали безопасную сделку. Но люди у нас по своей, так скажем, неграмотности некоторые переходят на другие сторонние сайты, которые предоставляют злоумышленник для совершения вот этой сделки. То есть здесь ни в коем случае не надо никуда переходить. Преступник, они же психологию знают, они постоянно человека держат на контроле. В каждом случае помнить, что никогда сотрудник банка вам не позвонит и не скажет, что у вас проблема. Если вам вдруг позвонили из банка и сообщили о неполадках с картой, необходимо выслушать информацию молча, не паниковать и положить трубку. Взять свою банковскую карту, перевернуть ее. Там указан номер телефона. Следует позвонить по нему специалисту банка, который подробно расскажет, что нужно предпринять. При продаже или покупке в интернете никому никогда не сообщайте свои персональные данные, утверждают сотрудники УМВД России по Магаданской области. Специалисты призывают граждан всех возрастов быть бдительными и не поддаваться уговорам незнакомцев.